ребята всем привет меня зовут дарья и добро пожаловать на мой канал если вас интересуют обзоры люксовой косметики то смело можете подписываться на мой канал для себя вы здесь найдете очень много полезной и интересной и нужной информации ну давайте сразу приступим к делу без всяких лишних вступлений сейчас я вам буду рассказывать все свои косметические хотелки это будет мой вишлист правильно так это называется убрать у меня в комментариях погнали первое давайте я буду оглашать список по мере нужности так сказать самое нужное вот реально то чего у меня нет мне нужно вообще гидрофильное масло шоу ямура раньше я думала брать но сейчас я присмотрелась к диор это пенка масла она вроде вначале как масло но на коже она превращается в пенку она идет как гидрофильное масло для умывания для для глубокого очищения кожи я его очень хочу она удобная с дозатором про него некоторые говорили очень хорошие отзывы так что хочу попробовать также сейчас я нахожусь в такого плотненького крема для лица потому что у меня есть один и он легкие не для такого холодного времени года у нас впереди весна поэтому для на следующую зиму на осень в общем не нужно что-то поплотнее и я хочу крем для лица аудио честно я его не тестировала но знаю что он такой очень свеженький ну судя по упаковке интересно попробовать думаю что мне такое подойдет следующий крем для глаз его я тестировала из той же линейки dior он с охлаждающей такой лопаточкой и сам по себе еще охлаждающий в общем он очень приятный поэтому меня он сразу впечатлил еще с тестера потому если я буду брать опять увлажнялку для области вокруг глаз то я остановлю выбор именно на этой тем более мне всегда нравится когда у меня полностью уход из одной линейки следующая хочу ночную сыворотку от estee lauder ее вроде можно даже и днем использовать в общем она вам постанавливающие знаете мне она больше нужно вот у меня единственная проблема это шелушение в холодное время года но сейчас они у меня появляются из-за недостаточного питания кожи мне не хватает моего крема дневного поэтому они у меня появляются вот но когда какие-то воспаления если вдруг вскочил прыщик то слышала что это сыворотка творит чудеса поэтому да многие про него говорят и я очень хочу попробовать если честно если вот сыворотку то только ее либо вот из кремов еще я бы хотела крем estee lauder опять-таки я его не тестировала но по описанию вообще мне крем должен подойти маска dior для сияния кожи ее я тестировала но это было очень давно и почему-то я купила маску от clorans а не ее конечно clorans вышла немножко подешевле но все таки я до сих пор хочу ту маску от dior потом хочу 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 я какая-то морфуша или кто там говорил что он хочет главное чтобы этот весь список не увидел мой муж правда но это знаете я выписала прям вот все наверное вот все что нужно все что хочу наверное вот то что я бы хотела попробовать вот реально 1 минутная маска dior преображает кожу я ее пробовала эта маска она смывающаяся классная вещица пробовала в тестере поэтому она очень дорога но может быть по скидочкам как-нибудь я люблю себе наконец-то нормальный размер и восстанавливающий бальзам clorans у него суть я так думаю такая же его я не пробовала но многие говорят знаете что у него такой эффект вот вы его нанесли и мы сразу как принцесса очень интересное действие мне кажется здесь идет такая знаете уже роскошиство такое излишество это гель для душа dior joy мне честно просто понравилась упаковка я бы взяла парфюм joy потому что мне нравится реклама с моей любимой актрисой но парфюм мне вот как ни крути вот не подходит а гель для душа мне кажется очень круто было бы займите это такая игрушечка потом база под макияж от clorans она придает волшебное сияние кожи тоже слышала про нее но у меня уже есть базы для сияния и даже не одна целых две поэтому когда хотя бы одна из них закончится следующая база которую я куплю будет обязательно вот эта база от clorans тушь dior именно с изогнутой щеточкой она должна приподнимать реснички загибать их делать красивый изгиб иконик как-то так вроде она называется я ее очень давно хочу знаю что туши от dior суперские у меня была одна но сейчас смысла нет про нее рассказывать потому что их сняли с производства она была у меня эдикт с силиконовой щеточкой вот эта щеточка не силиконовая насколько я помню сейчас мне кстати больше такие нравятся она мягенькая и я пробовала в тестере классная тушь хотелось бы ее попробовать еще одну хочу тушь dior show некоторые говорят что шоу правильно она такая с помпой получается на нее можно надавливать она как каучуковая и тем самым можете сделать наслаивание туши на саму щеточку больше чем больше раз вы на нее надавите как я поняла в общем многие говорят что она очень густо красит ресницы но кому-то она нравится вот мне бы хотелось самой сделать вывод что это за тушь потому что она меня прям заинтересовала профессиональные как-то так она называется и тушки лена рубинштейн она очень дорогая но оформление у нее просто роскошная такая вся женственно утонченная в кружеве мне кажется ни одна девочка не устоит она удлиняющая секси как-то так она называется она такая изогнутая мне немножко напомнила на ланком гипноз которая у меня была и когда разбогатею я куплю себе наверное такую тушь потому что если выбирать между хеленой рубинштейн и диор я конечно возьму диоровскую тем более диор стоит дешевле чем хелену рубинштейн вот эта тушь поэтому она у меня очень долго находится в хотелках но она красивая тушь ланком грандиоз кто-то говорит опять же вот я хочу ее купить знаете какие-то у меня противоречивые тут вещи кто-то говорит что она удобная кто-то говорит что она неудобная а вот мне интересно взять и самой попробует воспользоваться такой щёточка будет мне удобно красить ей глаза или не будет удобно то есть интересно я люблю все такое вот интересное и необычное опять-таки из интересного необычного еще одна тушь шанель с первая щеточка создана на 3d принтере просто взять попробовать ради любопытства я Я вообще, по-моему, про нее ничего не слышала. Но вот меня она заинтересовала из всех вот тушей Chanel больше всего. Вот именно это. Эта вещь мне действительно нужна. Я очень люблю стрелочки. Этот лайнер от Tom Ford. Им можно пользоваться чуть ли не год. Он не высыхает. И там с двух сторон кисточки. По-моему, разных размеров, насколько я помню. Классная вещь. Давно хочу, просто ценник колется. Также хочу лайнер от Lancome Grandiose. Мне кажется, удобная вещь. Такая красивый футлярчик. Такой, как циркуль идет. Мне кажется, очень будет удобно рисовать стрелки. Кисточка Eves Saint Laurent. У меня такая была. И сейчас у меня такая есть. В новой версии более плотная. У меня была точно такая же, как я сейчас хочу. Только у меня была двойка. Она бежевая. А единичка, она с более таким розоватым потоном. Вот я хочу единичку себе все-таки. Она будет корректировать лучше мне синюю под глазами. Так, карандаш для губ Гуччи. Я все гоняю за каким-то нюдовым карандашом для губ. Его я не тестила, потому что Гуччи не во многих магазинах представлен. У нас в Ростове вообще только в одном магазине представлен. В Литуале на западном как бы не ближний свет. Но как-нибудь я туда приеду и обязательно его потещу. Мне главное, чтобы он не был рыжий. Так, помада Дольче Габбана. Ее я попробовала. Мне кажется, для меня это идеальный нюдовый цвет. Единственный минус этой помады, ну может быть для кого-то плюс, вы можете выбрать сами футляр, но приобретается он отдельно. Помада Гуччи бежевая и помада Гуччи нюд. Опять-таки, бежевая, нюд. Может я что-то перепутала? У Гуччи, по-моему, я розовая. И розовая, и нюдовая. Мне понравились. Но опять-таки, их нужно все свочить. Потому что так непонятно. Вот помада Бёрбери. Она матовая, жидкая помада. Цвет немножко должен выбеливать даже губы. Его я тестила. Мне этот цвет подойдет. Это точно. Просто она продается только в Литуале. И часто его не было в наличии. Поэтому я ее еще до сих пор не купила. Тоже иногда там то для заказа она недоступна. Но, в общем, хочется мне ее до сих пор. Помада Армани нюд. Это прям какой-то новый запуск у них, насколько я знаю. Все нахваливают эту текстуру. Она матовая. Ну, такая кремовая, сколько я помню. И вот помады Марсала. Есть вот с таком серебристым. Это вроде лимитка. И там чисто красные оттенки. Просто нужно выбрать правильный оттенок для себя. И она такая матовая есть. В такой квадратной форме, выкручивающейся. Тоже очень красивая. Это вообще новая коллекция. Там тоже есть... Ну, по крайней мере, по картинкам. Я не знаю, они все одинаково красными смотрятся. А когда ты их свочишь, там уже потон у всех разный получается. То есть, если бы я подобрала для себя именно вот Марсала. Такой насыщенно красный, бордовый. Немножко с примесью какого-то коричневого. Прям такой вот глубокий красный. То было бы, конечно, шикарно. Потому что до сих пор я такую не выбрала. Масло Диор. С такой большой лопаточкой. Но оно такое ухаживающее, питательное. У меня никогда его не было. Поэтому вообще люблю масло для губ. На ночь наносить очень вообще крутая вещь. Бальзам Ланком Синий. Это вообще новинка. Стильно выглядит. Красиво такой оригинальный. Если бальзам, то я бы его взяла. Тональный крем. Хотелось бы попробовать от Гуччи. И хотелось бы попробовать тон от Том Форд. Одна девочка их даже сравнила. сказала, что они похожи. Я как раз хотела либо этот, либо тот. Но вот я сводчила Том Форд. Мне, в принципе, по оттенкам подошел. По-моему, 0,4 и еще какой-то светлый. Ну, 0,4 он светлый. Просто с розовым подтоном был. Насколько я помню. Так. А вот Гуччи я не сводчила. Не знаю. И финиш такой. Вроде он как матовый, но натуральный. Такой бархатистый. Очень приятный. Мне понравился. Многие его хвалят. Кушон Гуччи. Тоже хотелось бы попробовать. Когда у меня какой-нибудь мой тон закончится, обязательно его попробую. Говорят, что он прям первый оттенок, он прям белый. Это прям то, что мне нужно. Я всегда беру самый светлый. И говорят, вот он прям как белый лист бумаги, так и я такая же. Поэтому, мне кажется, мы с ним идеально подойдем друг к другу. Румяна Живанши. Хочется. Но это такая игрушка. Мне кажется, по оттенку я вот сводчила, он очень будет напоминать вот эти румяна Диор розовые. Барби розовые, которые везде раскуплены. Диор Бэкстейдж. Вот. Очень бы хотелось. Также из такой же серии пудра от Живанши. Она, мне кажется, будет похожа, вот тоже она со свечением, такая же, как моя Герлен Метеориты. Когда она закончится, я, возможно, ее попробую. И вот пудра Лаура Мерсье. Тоже она фиксирующая. Все ее нахваливают. Она у многих на слуху. У многих она на языке, у многих она на слуху. Вот. Пудра Гуччи. Когда у меня закончится моя Диор пудра компактная, обязательно ее заменю на вот эту Гуччи. Но пока я туда пользуюсь, а эту я буду держать в уме. Ну, либо я не выдержу и куплю ее пораньше, потому что прям очень хочется. Упаковка красивая. Насчет упаковок. Бронзер Гуччи. Я вообще бронзерами не пользуюсь, но из-за упаковки, из-за такой подачи. Ну, как-то вот захотелось мне. Он у всех есть, и мне тоже хочется. Ну, вроде он и не такой уж теплый. Можно, в принципе, попробовать. Я прям вообще намереваюсь его заказывать, если честно, очень-очень. Тени Томфорд. Их что-то нигде нет в наличии. Объясните, пожалуйста, почему? Куда они все подевались? Блин, ребят, у меня каша варится. Я надеюсь, вам не слышно этот шум. Я вроде все там позакрывала, крышки. Не должно. Плита вроде очень тихо работает. Скоро малую кормить и спать. Объясните мне, куда делись все Томфорд, палетки, даже постоянные. Ладно, лимитки, понятно, их нет. Но постоянные. Их вообще нигде нет практически. Вообще один, два. Да и вообще выбора оттенков нет. Мне, например, нужны либо серебряные какие-то, вот такие-то, на, либо зеленые. И ничего такого я не могу найти. Но вообще золото мне тоже нужно, поэтому я обратила внимание на Honeymoon. Меня она вот из всех, которые бывают в наличии, привлекла больше, больше всех. Тени Givenchy вот такие новые. Очень красивые. Оттенки цветовая гамма похожи. Там вообще ни одного матового нет. Но они очень красиво блестят, сверкают. Такие сатиновые и прям такие шиммерные там, по-моему, есть. Патчи. Парочку штук хотела бы. Охлаждающие. Ну вот, от Pitted Fan. Правильно я говорю название? Просто у меня с английским как бы не очень сильно все хорошо. Gold. Там что-то 24 карата золота, по-моему, вот так как-то называется. И охлаждающие. Вот охлаждающие вообще очень редко где можно найти. Есть еще такие с муцином улитки, но мне больше все-таки либо золото, либо вот охлаждающие. А лучше два сразу. Вот, собственно, мы подошли к концу. Еще я хотела бы карандаш для глаз коричневый. Слышала от девчонки, что есть карандаш для глаз Chanel 12, он такой выкручивающийся. Но я нигде не могу его найти. Даже не то, что его в наличии нет, я его нигде не могу вообще просто увидеть, чтобы даже вам картинку вставить. Но вот мне бы хотелось. Посветуйте какой-нибудь люксовый хороший карандаш для глаз, пожалуйста. Коричневый очень нужен. Черный есть, нужен коричневый. Ну вот, вроде бы и все. Все мои хотелки. Все закончилось. Возможно, я что-то упустила. Но вроде бы старалась. Прям конкретно готовилась. Очень долго выписывала, долго все выбирала. Все шерстила. Перевернула всю свою корзину вверх дно. Так что, пожалуйста, поставьте мне лайк за старание. Подписывайтесь на канал. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, какой бы косметикой вы хотели обладать. Либо, если у вас есть то, что я хочу, напишите мне, пожалуйста, ваш отзыв о этом продукте. Хорош ли он? Стоит ли его хотеть? Стоит ли его покупать вообще? Очень буду рада обратной связи. Всем обязательно отвечу. С вами была ваша Даша. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok